Всем здравствуйте! Если кто слышал цитату про злобного Буратино, то она не относится к вам. У нас с вами очередная встреча на тему архитектуры Риск-Фаев. И сегодня, как и обещал, довольно веселая лекция про Риск-Фаев, а именно на тему повышения производительности путем остроумной организации архитектуры, которая называется конвейер. Значит, сразу скажу, что мне очень сильно помогла лекция, которую делал человек, с которым мы преподавали похожий курс, но на базе МИПСа в вышке ВАД. Да, его страницы больше нет. Хорошо я сделал, что я сделал слайды, собрал с него. Ну вот, Андрей Татарников, он самостоятельно переделал этот курс в Риск-Фаев, уже без моего участия, и я приглядывался к его слайдам, когда делал эту нашу с вами лекцию. Значит, надо сказать, что лекции вышкинские гораздо более загружены информацией, чем наши с вами. Вот, я решил, что я столько не смогу на нас вывалить, и так много. Вот, там довольно много, довольно много идет разговора про то, как вообще устроена принципиальная схема работы этих блоков логических, из которых состоит конвейер. Вот, видимо, воспроизводя соответствующую книжку, там, какой-нибудь Паттерсон, соответствующий раздел Паттерсон и Хэнниси. Единственное, значит, мы на это смотреть не успеем, просто ни в каком виде. Но, значит, к чему стоит присмотреться? Это к тому, как, мы увидим это тоже сегодня на картинке, как биты инструкции машинного слова инструкции соответствуют проводам или некоторому набору проводов, то бишь сигналов, которые идут между этими блоками. Идея состоит в том, что вот помимо, значит, каких-то логических ключей, которые выполняют там определенные действия, мы опять-таки это сейчас увидим, и сигналов между ними, передающих нолики-единички, ничего в процессоре больше-то и нет. Таким образом выясняется вот что. Что мы, когда с вами, значит, изобретали процессор, ну, мы, конечно, его не изобретали, мы исследовали, как он вообще бывает, мы уже открыли в нем арифметикологическое устройство, которое занимается там сложениями, какими-то операциями побитыми, ну, короче говоря, арифметикой и логикой, извините за тавтологию, да, устройство управления, которое, собственно, занимается выбором команд, принятием решения о выполнении следующей инструкции и так далее. Вот, регистр мы с вами изобрели уже довольно давно, потому что это такая быстрая память, да, и отдельно, значит, работу с оперативной памятью мы тоже изобрели, потому что регистров мало, их считанное число, а нам нужна память произвольного размера, значит, с контролем шины, с всякими штуками, с, значит, довольно долгой операцией доступа к соответствующей ячейке, надо сначала выставить адрес ячейки, по адресу шины, потом контроллер дернуть, ну, вот это все. Вот, поскольку такая штука оказалась очень медленной, мы еще изобрели кэш к этой памяти, ну, вот, примерно так. Значит, все эти компоненты нашего процессора, изваяны в кремнии, вот, существуют и работают одновременно, и работают они, понятное дело, так, как им повелевает тактовая частота, то есть, вот, допустим, чтение из регистра не может происходить быстрее, чем за один такт, ну, потому что один такт, все, это волна, как бы, по приходу которой, сигнал по приходу которой срабатывает какая-то простейшая логика нашей схемотехники. Вот, как вы понимаете, эти, значит, устройства пользуются результатами работы друг друга, да, ну, для того, чтобы, допустим, не знаю, что-то положить в регистр, нужно сначала это что-то вычислить. Если мы делаем сумму двух регистров и кладем его в третий, то, наверное, вот так это и будет работать. Сначала мы должны вытащить эту самую сумму, а потом мы должны дернуть ту часть, которую кладет в регистр. Так вот, значит, получается такая штука, что вот эти наши компоненты, из которых состоит процессор, которые, собственно, занимаются интерпретацией инструкции, в действительности их несколько, и они работают поочередно. Результатами работы одной пользуется другая. Таким образом, получается, что одна инструкция – это несколько таких шагов взаимодействия между этими компонентами, вот. И, соответственно, мы можем рассматривать выполнение ассемблерной программы, ну, программы в машинных кодах, на уровне микропрограммы, то есть на уровне последовательных вот этих самых шагов. Каждый такой шаг, напоминаю, может выполняться за один такт работы процессора, то есть, ну, наверное, можно усложнить еще сильнее, придумать какие-то делители тактов, но мы про это говорить не будем. Вот. И в результате внезапно получается, что одна единственная инструкция вообще, говорю, выполняется не за один такт. Вот. Мы сейчас это увидим. Таким образом, ну, вот смотрите, почему одна инструкция выполняется не за один такт. Нам же нужно сначала прочесть инструкцию из памяти, и эта инструкция – это просто какое-то машинное слово. Потом надо ее декодировать, то есть понять, какой там код операции, какие там операнды, что откуда брать. Потом ее надо выполнить. Ну, там написано, например, сложить два регистра, положить в третий. Значит, надо сложить, положить в третий. Между этими тремя стадиями есть прямая зависимость. Мы не можем их выполнять одновременно, строго последовательно. Сначала прочли, потом декодировали, а потом, значит, по результатам декодирования дернули соответствующий контур, который выполнит ту инструкцию, которую мы точно декодировали. Вот. Но на самом деле это, конечно, чересчур упрощенная схема, потому что в действительности, в общем, все еще сложнее. В действительности все еще сложнее, потому что, во-первых, надо совершенно отдельно рассматривать вращение к памяти. Память, медленное устройство, обращение к ней – это такая специальная операция, где надо выставить сначала адрес, потом саму операцию дернуть, прочти, потом получить значение и так далее. Более того, со всей очевидностью, контроллер памяти и то, с помощью чего мы к ней обращаемся, будет еще одним устройством, которое вполне может работать одновременно с каким-нибудь альфметикологическим устройством. Альфметикологическое устройство складывает, одну ягодку берет, а на другую смотрит этот самый, значит, по шине в это время бегает, бегает, да. Вот. Во-вторых, вообще-то, даже вот в этой самой стадии выполнить, есть внутри тоже какие-то зависимости. Представим себе, что у нас есть инструкция, значит, добавить к регистру Т1 константу 5. Значит, нам нужно что сделать? Сначала нам нужно прочесть из регистра Т1, затем вычислить сумму, а затем положить обратно в регистр Т1 результат. То есть, это вот конкретная операция, которую мы здесь так самонадеянно назвали выполнение, в действительности состоит из трех каких-то там этапов. То есть, очевидно, что вот эта схема не соответствует реальному микропрограммному подходу, реальный микропрограммный подход будет еще более детализированным. В-третьих, мы забыли такой очевидный факт, что вот эта операция выбрать очередную инструкцию с памяти на самом деле не атомарная и нетривиальная. Мы и так-то каждый раз, выбирая очередную инструкцию с памяти, добавляем 4 к предыдущему адресу. Значит, эту четверку кто-то должен прибавлять, какой-то прибавлятор должен быть. Но это только в том случае, если у нас последовательное выполнение инструкции. Ежели оно у нас, например, условный переход, то вообще-то до определенного времени мы просто не знаем, где лежит эта новая инструкция и вынуждены ждать, пока соответствующий адрес вычислится. И это может быть... А мы знаем, что в случае рискфайва мы никогда не работаем, если у нас инструкция непосредственно работает с перехода, мы никогда не работаем с абсолютным значением адреса, мы его только вычисляем в конце. У нас в самой инструкции всегда указано смещение. Значит, из этого смещения и значение программ-каунтера нужно сначала получить вот этот адрес перехода, потом его отдать вот на эту стадию и тогда только прочитать из памяти очередную инструкцию. У нас нет такого места, где лежит следующий адрес. Его просто нет. Нам все равно надо прибавлять эту четверку. Либо прибавлять четверку, либо прибавлять смещение к другой PC. Вот. Зато получается, что у нас достаточно много независимых друг от друга операций. Вот операция выборки из памяти. Она просто читает из памяти. Операция, допустим, что там у нас? Декодирование. Она работает с уже выбранной из памяти инструкцией, но декодирование не зависит ни от чего. Это отдельная совершенно операция. Операция, допустим, то, что мы назвали вычислить, ну, точнее, execute, да, вот, собственно, вычисление. Этим вообще занимается арифметикологическое устройство. Это тоже отдельный компонент процессора. Все, и на операции там, и следующая операция тоже. Короче говоря, все вот эти стадии могут выполняться одновременно, но не за один такт. Инструкция, она и так-то у нас протяженная во времени, а после того, как мы открыли еще подсистемы, ну, зависимые по данным друг от друга, оказывается, что одна инструкция состоит из нескольких таких шагов. То есть каждый такой шаг выполняется отдельным компонентом нашего процессора, и поэтому эти шаги могут выполняться параллельно, но не в рамках одной инструкции. Да? Они независимы, в смысле, они могут выполняться параллельно, но они не являются независимыми. До тех пор, пока мы не выберем инструкцию, мы не можем ее декодировать. До тех пор, пока мы не декодируем инструкцию, мы не можем ее выполнить. До тех пор, ну, и так далее. Вот что мы добавляем такого к уже имеющимся устройствам, по которым мы говорили, в вот эту архитектуру нашего процесса. Мы добавляем специальный такой блок, он называется регистр-файл, блок операндов, в который мы загружаем из регистров значения, и там их храним до тех пор, пока они нам нужны. И, соответственно, в конвейере появляется этап заполнения, ну не в конвейере пока, мы про конвейер не говорим, в нашем процессе появляется этап заполнения этого регистр-файла. Мы прямо в него вписываем результат значения, и потом уже из него выкладываем в регистры настоящий. Регистр-файл там, ну сколько у нас операндов? Три. Один регистр, другой, еще таргет. Три. Появляется еще одно устройство, суматра адреса, который всегда прибавляет смещение к текущему значению программ-каунтера, просто в некоторых случаях это смещение равно четырем, а в некоторых случаях оно должно быть вычислено, лежать в регистре или где-то еще, но тем не менее суматра адреса – это такое отдельное устройство, которое обеспечивает нам вычисление следующего адреса, для того чтобы мы его выбрали. В результате получаем такой уже пятиступенчатый, пятистадийный разбор вычисления одной инструкции, выполнение одной инструкции. Традиционно он называется буквами по первой букве глагола, действия, которые происходят. F – это fetch, выборка инструкции. Decode – это декодирование инструкции. И заполнение блока оперантов. Обратите внимание на то, что это можно сделать за один такт, потому что у нас стандартный формат инструкции, мы можем успеть проверить там один бит какого формата инструкции, регистровая или память, или и, и тут же распихать соответствующие поля этой инструкции в нужные места нашей системы, например, в регистр файл, в блок операндов. У нас всегда в определенном, определенное место в инструкции – это первый оперант, определенное место в инструкции – это второй оперант, и определенное место в инструкции – это таргет, куда мы кладем, destination. Там, на самом деле, чуть более сложная логика, но, опять-таки, она более сложная, надо уметь схемотехнику, я в схемотехнику не умею. Для нас с вами на этом уровне подхода важно, что декодирование и разбор блока операндов происходят одновременно. В это же время можно задействовать прибавлятор четырех, потому что, мало ли что, можно сразу его прибавить, эти четыре не понадобятся, так не понадобятся. Следующая стадия – это выполнение. Соответственно, все, что работает с содержимым регистров на стадии Е, выполняется. Да, это какие-то сложения, сдвиг, всякие вот эти вот. Или, например, переход тоже. Он же тоже требует анализа содержимого регистра. Вот все это происходит на стадии Е. Дальше идет стадия М – Memory Access. Вот, она перенесена в конец, потому что, во-первых, это довольно медленная штука все равно, а во-вторых, помните, как устроен Memory Access? У вас есть косвенная адресация по регистру. Вы говорите, вот в регистре лежит адрес, и еще смещение в инструкции. Это значит, что прежде чем вычислить вот этот адрес, по которому у вас лежит реальное значение, прежде чем сходить по этому адресу, по которому у вас лежит реальное значение, его надо вычислить, да, ключевое слово «вычислить». Это значит, что обращение к памяти будет происходить после Execute, разумеется, а где еще? Вот, ну и, наконец, последняя стадия – это стадия WriteBack. Это стадия обновления блока операндов и регистров, потому что только после вот этого в целом мы можем быть уверены, что все значения, которые должны лежать в регистрах, у нас уже получены, да, в том числе значения, прочитанные из памяти. Вот какой-нибудь инструкции loadWord сначала вычислит адрес, потом сходит к памяти, загрузит это слово, и только потом запишет на стадии WriteBack, запишет это слово в соответствующий регистр. Вот, пожалуйста, пять стадий конвейера, которые были изобретены, значит, авторами, видимо, все тем же Паттерсоном с Хеннесси, еще во времена, когда они изобрели MIPS в 80-х годах. Вот, и с тех пор, значит, понятие конвейера, значит, модифицировалось, усложнялось, потом упрощалось, потом снова усложнялось. И дошло все до того, что если вы пойдете на Википедию, то вы увидите описание вычислительного конвейера именно вот этот классический пятистадийный, вот ровно такой пятистадийный конвейер, который мы сейчас видели. Все другие алгоритмы, которые тоже были, бывают и четырехстадийный, и семистадийный конвейер, еще всякие, да, они типа считаются, ну, такими, что ли, отклонениями от нормы, да, просто конвейер оказался вот таким, как мы только что с вами поговорили. Хотя никто не говорил, что будет так. Вот. Может ли инструкция быть так устроена, что ей не нужны все пять стадий конвейера? Может. Ну, например, если инструкция не меняет регистр, то у нее нет вайбэка. Если инструкция не лезет в память, то у нее нету memory access. Может быть, тогда можно так построить процессор, что если он видит инструкцию, например, не трогающую память, он делает не пять стадий и тратит не пять тактов, а четыре на выполнение инструкции? Ответ нет, потому что тогда нам придется гораздо более сложно сделать вот эту аппаратную, изваянную в кремнии, логику разбора инструкции. Кто ее будет делать? И главное, с какой скоростью она должна делаться. То есть для этого нужен еще один маленький компонент, который работает еще быстрее, все успевает сделать за такт. Это нереально. Вот. Почему write-back в самом конце мы уже поговорили? Потому что нам сначала нужно, например, испамить его, получить. Вот. А почему memory в самом конце мы тоже поговорили? Потому что сначала надо вычислить адрес. А этим занимается execute. Так что последовательность вот именно такая, она строго определена просто логикой выполнения инструкции. Вообще говоря, усложнять конвейер можно, и этим активно и успешно занимаются производители здоровенных процессоров в тип современных Antela, Formov и так далее. Вот. Но, по-видимому, я сейчас не буду утверждать наверняка, но по-видимому, если мы не подразумеваем наличие какого-то искусственного мозга, то есть какого-то еще более быстрого процессора, который реализует свою собственную логику при разборе команд, а оперируем только термин, вот прохождение сигналов, вот на этом проводе нолик, на этом единичка, сейчас мы их помиксуем с помощью обычных ключей, типа и или не, вот это все, и получим результат, то, по-видимому, наиболее сложный из числа таких вот нереализующих собственную логику алгоритмов это как раз вот этот 501-конвейер. Не помню, что там в 701, но он явно задействует еще какие-то дополнительные устройства, которых мы не изобрели пока. Вот. И да, все эти 5 стадий могут выполняться параллельно. Они в рамках одной инструкции друг от друга зависимы, но в реальной жизни они выполняются ровно так, как говорил вот эта девочка. Да, могу еще раз повторить. Инструкшн фейдж, инструкшн декорд, экзекьют, мэмори аксесс, и, значит, это 4-х стадийный конвейер, а у нас 5-ти стадийный, да, мы еще в райтбэк. Вот. Наверное, там надо было сказать, что до того, как он уберет, на самом деле он еще предыдущую кладет в корзину. Это будет в райтбэк. Да, значит, это девочка вместе с Петей, пропустили стадию номер один. В смысле, ну, последний. Ну вот, значит, обратите также внимание на то, что девочка перечислила стадии в обратном порядке. И мы сейчас это увидим, что вот одну, та ягод, которую берет, на самом деле это первая из тех, до которой она доступила, потому что другой она только смотрит, ну, понятно. На самом деле еще была нулевая ягодка, которую она кладет в корзину. Вот. Значит, мы, наконец, дошли до момента, когда РАРС нам вообще не помощник. В его, значит, аналоге Марс была какая-то дешевая пластиковая имитация конвейера, которая не работала нормально. И вот тут выкинули. Вот. Но, разумеется, во всех современных эмуляторах Рисквайва есть эмуляция конвейера, иначе, понятно, работала неправильно. Вот. Мы с вами будем пользоваться вот этим. Вот. Он называется РАЙПС. Но, если хотите, можете еще ради, так сказать, интереса посмотреть в сторону вот этого. Он называется QTRV-SIM. Вот. Они очень похожи по дизайну. Оба написаны на C++, на QT C++. Этот вот эмулятор делается в каком-то чешском, в чешском технологическом университете в Праге. Вот. Довольно активно развивается. Еще там два года назад его просто не было. Он был в зачаточном состоянии. Вот. Значит, этот, этот РАЙПС делает некий, кто у него там главный. Да, вот этот Мортен Брупп Петерсон из Дании, чувак. Работает он, кажется, в Микрософте. Но абсолютно, так сказать, на свой страх и риск, хотя ему, видите, помогают. Две дюжины контрибьюторов. Вот. Даже больше. Соответственно, по одной единственной причине мы будем пользоваться РАЙПСом, а не РВСИМом, потому что в нем можно включать и выключать некоторые из функций конвейера, о которых мы сейчас поговорим. Вот. А в РВСИМе только одну функцию можно включить и выключить. Вот. Еще у РАЙПСа нет прерываний, а у РВСИМа есть прерывания, причем не просто прерывания. Вы можете вызывать ЕКОЛы, причем эти ЕКОЛы будут соответствовать по семантике линуксовым системкалам, там пара десятков поддерживается, что-то вроде того. Но зато в РВСИМе нет плавающего процессора. Ну, в общем, проекты бурно развиваются, как вы понимаете. Вот. Мало того, что они бурно развиваются, РАЙПС еще штука такая, такая очень пафосная, остроумная. Дело в том, что человек сначала написал специальный, 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 не знаю что, библиотечку для КУТЭ, с помощью которой на КУТЭ можно смоделировать логические ключи, причем одновременно в этом объекте есть и его логика работы, и его отображение. Потом на этих ключах написал компоненты, значит, из которых можно складывать компьютер, а потом на этих компьютерах написал компьютер. Вот. То есть можно проследить вот моделирование вплоть до там каждой операции и или. вот такая вот история. Это вот РАЙПС так устроен. Вот. Ни в том, ни в другом инструменте нету виртуальной памяти и member management unit. Это очень обидно, потому что это важная тема для таких курсов, как наша. Ну и, естественно, в нашем курсе ее тоже не будет. Ну, в смысле, пощупать. Вот. Два года назад не было такой штуки, а теперь она появилась. Они взяли эту программу на КУТЭ, Ну, ты работай, работай. У меня дома все работало. Они взяли эту программу на КУТЭ и скомпилировали энскриптизмом веб-версию. Так что можно вот, видите, вот этот вот процессор. Мы в него сейчас посмотрим, как он устроен. Вот. Тут нету где-нибудь отдельной... Вот. Ну, вот. Я потом сделаю побольше, вы все увидите. Значит, вот этот сам процессор. Нам, наверное, вот это все не нужно. Нам вообще не нужно ничего, кроме вот этой штуки, потому что это, собственно, его логическая структура. Вот. И процессор отустроен примерно так. Смотрите. Сейчас я попробую найти тут... Найти тут... Во, нашел. Значит, процессор отустроен примерно так. Вот у нас есть... Ну, давайте я сделаю поменьше, чтобы вы увидели, как он выглядит, вот вся модель. Вот это весь процессор, на самом-то деле. Правда, самый простой. Вот. Вот у нас есть какие-то блоки в начале, которые предшествуют стадии instruction fetch, стадии F. Что в этих блоках есть? В этих блоках есть заполнение программ-каунтера, вот, и выборка из памяти инструкции, да. Значит, следующая стадия, это стадия decode, D, instruction decode. Вот. Вот между этими двумя, вот эти палки, такие большие, это такие контрольные точки между двумя стадиями. Слева fetch, справа decode, справа от этой будет execute. Вот. Что здесь есть? Здесь есть этот самый регистр файл, блок операндов. Вот. Сколько их там? Три регистра, еще рдата какая-то, не знаю, что такое. Вот. Собственно, декодер, который анализирует обкод инструкции, и отдельный, отдельный блок для имидиат значений, когда у нас инструкции типа i или типа s, и в ней есть непосредственно заданное число. Вот. Опять-таки, это следующий шаг, шаг decode, значит, после шага decode следующий шаг execute. Что есть на шаге execute? Ну, разумеется, арифметико-логическое устройство, вот, которое комбинирует какие-то значения из каких-то входных параметров, это регистры, ну, что они там, она же с регистрами только работает, вот, значит, регистр. Вот. Отдельно есть еще устройство, которое принимает решение относительно того, что нужно делать бранч, и тогда оно задействует, что оно задействует? Оно задействует, видимо, арифметико-логическое устройство, кажется, не складыватель. Складыватель всегда плюс 4 делает. Да. Для того, чтобы вычислить следующий адрес. Да? Study execute. Дальше. Study memory access. Study memory access. Ходит к памяти. Вот. И study write back, которая обновляет блок регистров. Вот если посмотреть вот на эту стрелочку, вот на эту стрелочку, она сейчас будет желтой, будет плохо видно, но зато будет видно, куда она ведет. Вот, пожалуйста, она ведет в блок регистров. Вот и все. Фактически весь процессор перед вами. Ну, почти. Вот. И вот на нем-то мы будем сейчас наблюдать работу конвейера. Так. Где? Вот. Просто берем каким-то тупеньким операциям. Вот. Я надеюсь, вам видно, видно, вот что тут написано EF instruction fetch. Справа скомпилированный код. Венкак. Скомпилированный и дизассамблированный код. Вот это наши инструкции, а это обратный дизассамблер. Это сделано для того, чтобы для того, чтобы ну, если там псевдоинструкция, чтобы их там справа было больше. Вот. Понятное дело, что наш микропрограммный подход, он относится не к инструкциям ассемблера, да, которые могут быть раскрыты как псевдоинструкции в несколько, а, естественно, к инструкциям аппаратным, вот к этим. Именно там происходит вот эта стадия. Что мы сейчас сделали? Мы забили память некой программы, вот она, и она уже не... сейчас наш процессор как бы начал работу находится на стадии instruction fetch, то есть вот в этот момент он загружает инструкцию по адресу номер 0. Подглядеть, как это происходит, можно вот здесь, если взять и... да, вот Димка Димка, который, как видно в теме, говорит, что вертикальные вот эти палки это такие триггеры, в которых защелкиваются данные между тактами, да, чтобы когда такт дергается, чтобы вот эти данные были готовы и пошли дальше. Ну да, вот, так что мое утверждение, что там нет никакой схемотехники, возможно, неправильно. Ну не важно, важно то, что для нас вот эти вертикальные палки очень хороши, потому что они находятся между стадиями конвейера, и мы всегда можем наблюдать, если сделаем вот так вот, show output values, что у нас готово после очередной стадии. Вот сейчас у нас после очередной стадии не готово ничего, потому что у нас декодирование только произошло. Вот мы сейчас посмотрим, что у нас в программ-каунтере. Секунд. Вот, ports. Ну, программ-каунтер 0, вот, что там в instruction memory, еще никто ничего не прочел, наверное. Секунду. Нажмись-то уже. ну ладно, не нажимается. Еще правой кнопкой не нажимается. Это жалко. Должна нажиматься. Вот, здесь работает. Ну вот, в общем, не очень важно, важно то, что на следующий, вот сейчас мы находимся на стадии instruction fetch и пока еще ничего не готово. Давайте мы расставим дальше маркеры вот здесь вот. Что у нас готово здесь, тоже все по нулям. Что у нас готово между этими стадиями, тоже все по нулям. И что у нас готово вот здесь, тоже все по нулям. Вот пока, вот мы начинаем работу. при этом на самом деле, поскольку инструкция номер 0 уже находится в стадии instruction fetch, она уже пофетчилась. Мне почему-то правой кнопкой не нажимается. О! Вот, вот она уже пофетчилась, смотрите. Вот. Вот этот 100,593 это как раз и есть нулевая инструкция. Только она еще не готова. Делаем один шаг. Одну ягодку беру, на другую смотрю. Да? Значит, сейчас мы, точнее не так, это третью примечаю, четвертую мяч. Сейчас мы фетчим инструкцию номер 4, ну, вторую. Вот. А первую инструкцию, которая номер 0, мы уже декодим. Давайте посмотрим, как это выглядит на конвейере. Смотрите. Вот эта инструкция номер 2, вот адрес наш, ПЦ, адрес 4, следующий. Вот эта инструкция номер 2, 2613. Вот. А инструкция номер 1 уже здесь. Вот наша инструкция 0x001, 5223, которая предназначена теперь для декодирования. Вот она будет декодироваться, заполнять там, заполнять какие-то значения, ну, не важно. К третьей стадии мы еще не перешли, к стадии выполнения. Давайте перейдем. Значит, вот мы переходим к третьей стадии. Вот, значит, одну ягодку еще не берем, другую смотрю, третью перемещаю, четвертая мерещится. Значит, вот у нас третья инструкция фенщится, вторая инструкция декодируется, первая инструкция уже выполняется в этот момент. Давайте посмотрим, как она это делает. А вот, вот эта единичка, которую мы загружаем в регистр, это один из, там был, ежели я не ошибаюсь, LI, да, так вот эта единичка должна быть оттуда из вот этого имидия и прочтена была быть. Вот она и прочлась. Выполнение состоялось в том, что мы на регистр загрузили соответствующее значение, сейчас оно сюда приедет. Так, следующий шаг. Memory Access. Memory Access нам не нужен, мы к памяти не обращаемся. Следующее шаг. И, соответственно, мы уже фечим инструкцию номер, сколько там, C, декодируем инструкцию номер 8, выполняем инструкцию номер 4, инструкцию номер 0 выполняет Memory Access, который никому не нужен, ей не нужен. Вот. И на следующем этапе мы, наконец, фечим инструкцию последнюю, адд, которая, а здесь уже Write Back. И вот этот Write Back подготовил нам нужное значение в регистрах. Где она там? Вот он, регистр единичка. Вот. Заодно следующий адрес инструкции. И дальше все это происходит именно как конвейер. Давайте посмотрим. Вот мы выполняем в данный момент, выполняем, выполняем в данный момент инструкцию, на самом деле, довыполнивываем. Инструкцию номер 0 все еще. Ну, точнее, мы выполняем, мы ее уже выполним, и мы исполняем результат записи в регистр. И вот в этот самый момент должно появиться в регистре какой там, А1. Значение 1. Вот оно. Все. В Write Back произошел, регистровый блок обновился, и регистр теперь равен вот этому. Да? Ну и дальше пошло-поехало. Теперь у нас декодится инструкция о сложении, выполняется инструкция заполнения 4 регистра, а в Write Back происходит от результатов работы вот этой инструкции. Вот здесь у нас соответственно лежит вот эта двоечка, которую мы сгенерировали. Где она, двоечка? Вот она, эта двоечка. Сейчас произойдет в Write Back этой двоечке. Во регистр А2. Вот он. Ну и так вот, в общем, примерно так. Вот сейчас будет Write Back, и у нас в регистр опять попадет сумма. Чего? Первого и второго. Троечка. Вот. Вот так работает конвейер вот в самом примитивном варианте. Вопросы. Идея состоит в том, что у нас есть отдельные компоненты процессора, которые, собственно, выполняют каждую стадию по очереди. При этом непонятно, если у вас эффективно организован код, то в сумме тысячи инструкций выполнятся за тысячу пять тактов. потому что они все выполняются параллельно. Вот так окошечко и параллельно. Конечно, в случае суперэффективной организации кода, которая невозможна, о чем мы сейчас и поговорим. Значит, где у нас сто? Вот у нас сто. Конфликты. Конфликты, они называются hazard. Вот. Риск. Конфликты в конвейере это ситуация, когда между двумя между двумя последовательными стадиями существует зависимость. Например, мы загрузили машинное слово в регистр и потом собираемся его сложить, этот результат со следующим регистром. Оказывается, если так делать, то получается нехорошо, потому что memory access у нас четвертая стадия, а execute сложение третья стадия, но у следующей инструкции нам приходится три или там два или три шага просто ждать. Например, если мы вот на этом процессоре, который мы тут открыли, вот на этом, попытаемся выполнить вот эту программу, получится что-то совершенно непредсказуемая. Давайте попробуем. Сейчас. Вот мы удалили, вот мы выделили. А, надо выделить. Я забыл сделать вот так. Вот мы вставили. Казалось бы, ну чем-чем не программа, да, значит, загружает что-то из памяти, что-то складывает, все вроде нормально. Но наш процессор, а мы выбираем просто 501-й процессор, который не умеет ничего... Сейчас наш процессор, который называется Without Forging or Hazard Detection. Вот этот. Мы выбираем суперпростой процессор. Кстати, он еще проще выглядит. Смотрите, тут еще меньше проводов. Совсем тупой. Вот. Мы выбираем самый простой вариант процессора, в котором нету распознавания этих зависимостей. если мы сейчас будем пытаться выполнить вот эту последовательность инструкций, будет, в общем, сейчас, давайте я это оттащу вниз, будет, в общем, немножко кринжуха, потому что не сработает оно. А что он к мне тут... А, ему не нужно. Да, ему не нужно. Вот. Тем не менее, давайте попробуем. Значит, вот мы сделали первый шаг. У нас поработает InstructionFetch от... Обратите внимание, это loadWords, это две инструкции. Вот здесь у нас... Сейчас, секунду. Наверное, поменьше надо сделать, чуть-чуть. Плохо видно все равно. Вот. Короче, вот здесь у нас InstructionFetch. Да где же она? Вот. А здесь у нас Decode. Плохо видно. Ну, в общем, вы меня поняли. Вы поняли, да, это две стази. Вот. А, я могу сделать вот так. Вот, теперь видно. Да? Значит, дайте еще раз. Вот. InstructionFetch, дальше. InstructionFetch, InstructionDecode. Вот в этом месте АУ и ПЦ, в этом месте Decode, отлично. Все пока хорошо. Загружаем в Т1-7, все хорошо. Правда, надо сказать, что регистр Т0 мы только сейчас на этой стадии заполняем вот этой тысячей, десяти тысячами. Да? У нас Execute только здесь. И даже нет, регистр Т0 мы еще не заполнили, мы только вычисляем это значение. В регистр Т2 запускается в 8. Вот. Смотрите. И вот тут мы хотим прибавить значение Т0 к Т1, но внезапно у нас в Т0 лежит, знаете что? А ничего. Потому что у нас в в WriteBug еще не произошел. у нас в регистре Т0 он сейчас на стадии в WriteBug. Вот. Ну окей, Execute-то у нас пока еще не здесь. Вот в Т0 загрузилось значение вот это самое тысяча. Почему-то я не вижу, что какая-то ошибка была, никакой ошибки нет. Почему я дома решил, что ошибка? Смотрите-ка, получается, что это нормально все работает. Да? У нас пока нету пропусков в... Сейчас, дайте я скажу. Да нет, вроде все нормально. Ну ладно. Значит, я вас обманул, похоже, этот пример работает хорошо. Ну хорошо, сейчас придумаем пример, который работает ненормально. Это не так просто, не так сложно. Вот давайте самый простой пример, про который я уже говорил. Казалось бы, что может быть проще? Взять два значения и загрузить вот, 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 вот что может быть проще? Отвечаю, что может быть проще. Не сделать того, что тут написано. Смотрите. фейч, сейчас мы точно тот процессор выбрали, извините. Without forwarding or hazard detection. да. Decode, execute. Обратите внимание, что в регистре еще ничего не записано, пока не будет в writeback достигнута стадия, в регистрах у нас лежит 0. А мы уже здесь из T0 перекладываем в T1. Что мы сейчас перекладываем из T0 в T1? А что у нас лежит в T0? А ничего, 0 у нас лежит в T0. Вот, 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 вот мы переложили из T0 в T1 execute, в T1 все еще 0. Вот у нас стадия в writeback, вот теперь в T0 появилось 5. Вот у нас стадия writeback для T1, но там у нас 0. То есть слева написано положить в T0 пятерочку, переложить ее в T1, но в результате того, что у нас между стадиями была зависимость, процессор сработал как-то по-глупому. Давайте еще раз посмотрим, почему это произошло. Вот сейчас мы вычислили эту пятерочку, но еще не положили ее в регистр-блок. Но в это время мы вычисляем сумму T1 и T0. Там лежат все еще 0. Вот сейчас мы положим в регистр-блок эту пятерочку, но в этот момент мы уже все сделали и даже мы вы сделали и мы уже делаем в writeback и T1 туда. Проблема. Так не работает. Понятно, да? Нужно как-то сделать так, чтобы эти две инструкции подождали выполнения соответствующего, чтобы между этими двумя инструкциями произошло ожидание выполнения соответствующей стать. Потому что они друг от друга зависят вот по регистру туннелями. Вот. Если говорить в целом, эта штука называется конфликтом структурным. Вот. Вернее, эта штука называется конфликт, в конфликтах бывает примерно два с половиной типа. Первый полтипа это структурный конфликт, когда конвейер наш такой извращенный, что на различных этапах он пользуется одними и теми же компонентами нашего процессора. В RISC-Five такого нет. Но такая штука может быть, особенно если у вас неаккуратно организованный доступ к памяти, потому что у нас есть Memory Access, а есть Instruction Fetch. Memory Access Instruction Fetch это доступ к памяти. Одновременный значит, надо предусматривать одновременный доступ к памяти, одновременный доступ, вы сами понимаете, что это такое. Вот. Либо что-то как-то юлить. Вот. Значит, ну как можно юлить, если мы хотим доступ к памяти иметь на стадии Fetch, на стадии Memory Access. Во-первых, мы можем просто тупо разделять память инструкции и память данных. Вот как в классической гарпусской архитектуре это будет разное адресное пространство, две разных шины, никто никому не мешает. Во-вторых, ну и кстати, в RARSE RISC-Five же наследует немножко гарпусской архитектуре. У нас есть отдельно, вот скажем, в плоской модели памяти RARSE отдельное место, где лежит только код, отдельное место, где лежит только данные, и они даже могут быть защищены там на записи, вот это все. Причем задизайнена эта стандартная линейная модель памяти так, что отличить адрес памяти данных от адрес инструкции очень легко, это один бит. Вот если посмотреть внимательно на то, как расположена память, это 0x1400, вот эта единичка это как раз 28-й бит, если он есть, значит это данный, данный, да, если его нет, значит это код. Вот. Или, например, мы можем запретить доступ на чтение, то есть на запись к инструкциям, инструкциям, и тогда у нас тоже одновременный доступ может быть, потому что, ну, а почему бы и нет. Правда, там с кэшами надо что-то мудрить, но тем не менее. В общем, можно по-всякому, можно по-всякому хитрить, но в рискфайве структурного конфликта по этапам конвейера просто нет. Нет такой ситуации, когда в конвейерах пытаются с одной и той же памятью работать сразу не с конструкцией, так, что они друг другу друг другу мешают. Вот. А вот дальше, конфликты бывают совершенно логичные. Вот наш с вами конфликт от зависимости по данным, так называемые. Мы видели, что инструкция вторая, Mv, выполнилась до того, как в регистр блоке, в регистр файле, как это называется, блоке операндов появилось значение 5, потому что стадия V в write, back, она только через один шаг выполнилась. вот. Соответственно, еще через один. Соответственно, надо как-то придумать так, что когда у нас между инструкциями есть зависимость по данным, чтобы пропускался один или даже два шага конвейера. вот. В принципе, отличить тот факт, что есть зависимость по данным, очень легко. Это можно сделать абсолютно на аппаратном уровне, безо всякой дополнительной логики, просто сравнить, не является ли один из этих операндов destination одним из этих операндов source. Все. Вот если здесь destination t0 и здесь один из сорсов t0, то все это значит зависимость по данным есть. И сравнить просто, значит, сколько там 7, сколько, сколько один этот самый, 32, 4, 5, 5, 5 битов, да? Сравнить 5 битов просто на равенство, как нечего делать, да? Это очень легко. Это все делается очень, как бы, здесь не нужно никакой, никакой другой логики, кроме просто сравнений. Поэтому аппаратно сравнить можно, а дальше надо что-то делать. Ну, самый простой способ, который в МИПСе использовался, это вставить так называемый пузырь. Увидели зависимость между данными? Мы на следующий этап конвейера на следующем шаге отсылаем инструкцию НОП, который ничего не делает. Все еще есть зависимость по данным? Еще одну инструкцию НОП отсылаем. И там появляются такие, значит, НОПы. Вот в, если задампить те инструкции, которые выполняются, скажем, арифметикологическим устройством, то вот внезапно оказывается, что оно много вот этих НОП выполняет, пузырей. Вот. А можно более хитро сделать то, что называется конвейер стол. Я не очень понимаю, как это работает. Он просто не продвигает данные. То есть вот эти защелки не расщелкиваются. Он просто не продвигает данные дальше, ждет пока, значит, за эти два шага или там один шаг зависимость по данным будет удовлетворена. Вот. Вторая с половиной вид конфликта это зависимость по управлению. По сути, это такая же зависимость по данным, но это зависимость от данных, разумеется, от чего же еще. просто она отражается не на содержимом регистров общего назначения, а на содержимом программ-каунтера. Это, конечно, условный переход. Мы вычисляем значение Т2 и на следующем же шаге пытаемся сделать условный переход. Давайте посмотрим, как это работает. Вот я, здесь, здесь вроде бы написан, вроде бы написан бесконечный цикл. Ну, потому что он прибавляет, прибавляет, не так, он не бесконечный, он остановится, когда наше Т2 станет отрицательным. То есть, когда оно там в 2 в 31 степени раз сложится, да? Вот. Но нет, этот цикл не бесконечный, он сразу проходит, смотрите, бум, никакого цикла нету. Почему? Давайте разбираться. Вот мы вычислили, зафечили инструкцию ли, обратите внимание, что она короткая, не длинная, потому что и медит маленький. Помните, да? Лоден медит для маленьких инструкций, для маленьких чисел, там, 7-битных, 5-битных, не помню, 7-битных, это всего лишь просто загрузка в соответствующую поле из адреса. А если число большое, то это АУИ, вот это вот все. Ну вот АУИПЦ. Ну вот, значит, вот она зафечилась, вот она декодится, первая. И вот здесь мы фечим инструкцию БГТ. Вообще говоря, мы не знаем в этот момент, какая инструкция следующая выполнять. Так что фечим все подряд. Зафечили. И вот сейчас мы выполняем инструкцию БГТ Т2Т1. Проблема стоит в том, что у Т1 в Райтбэк сработает только сейчас, а у Т2 в Райтбэк сработает еще позже на один шаг. Соответственно, мы сейчас 0 с 0 сравниваем. Ну, сравнили 0 с 0, все, пошли выполнять следующую инструкцию. В общем, ничего не работает. Мы сделали плохой процессор, он не умеет такие вещи. Прям совсем. Что нам, собственно, нужно, что нам нужно, какую проблему нужно решать? Во-первых, давайте попробуем решить проблему зависимости по данным. Проблема зависимости по данным решается довольно просто. Если, не все проблемы, но одна из них, если мы на каком-то этапе вычислили значение какого-то регистра, и он у нас лежит вот на каком-то из проводов, какие-то сигналы, вот здесь вот, уже, вот тут вот, какие-то сигналы уже говорят нам о том, что вот есть некоторый результат. Вот сейчас покажу. Сейчас, секунду. Вот тут, вот тут есть некоторый результат. Вот здесь. Вот здесь. Привет разработчиков в пустом месте, на пустом месте он выдает классическое число dead beef, дохлое мясо. Ну, почему, почему все регистры должны быть обязательно нулевыми по умолчанию? Вот это по умолчанию дохлое мясо. Да? То есть вот значение, которое нам вычислило алифметикологическое устройство соответствующего регистра, оно вообще-то нам уже известно. Более того, нам известно, какого именно регистра это значение. Потому что мы только что разобрали соответствующую операцию. И внезапно смотрим вот на эту желтую линию. Нет, это не она. А, это не тот процессор. Секунду. Нам нужен нам нужен распознавание хазард. Во! Сейчас. Во! Вот. Смотрите, схема наша явно усложнилась. В ней появилась вот такая вот линия. Нет, не такая. А где же она? Отсюда нельзя. Вот отсюда можно. Во! Нет, это writeback. Стойте. Сейчас. Может, я не на ту кнопочку нажал. Просто прощение. Давайте я это самое. Я просто не очень хорошо помню терминологию. Мы должны загрузить процессор. Какой? Forward unit. А, forward unit. Проброс. Да, я не на ту кнопку нажал. Наоборот. Forward unit нужен, hazard не нужен. Во! Так, а где forward unit? Я пытаюсь понять. Вот. Желтым отмечена дополнительная штука, которая... К сожалению, тут стрелочка не указана, поэтому я затупил. Вот. Желтым отмечена дополнительная штука в процессоре, в котором есть forward unit, но нет hazard detection. Да? Вот он. Которая связывает следующий оперант с некоторыми местами, где мы точно знаем, что появилось значение этого регистра. Нам не обязательно... Значит, смысл проброса регистров состоит в том, что нам не обязательно дожидаться стадии write-back, которая заполняет значение регистров. Вот. А можно во всех местах, где мы вычислили некоторые значения, сразу выставлять эти значения в нужные места нашей схемотехники. Стадия write-back теперь заполняет не только регистр блок, но и сразу входные регистры для стадии execute, если мы точно знаем, что это они же были, что это регистр тот же самый, мы увидели зависимость. и та же самая стадия вот здесь, где получается результат, вот это вот, вот, да, не знаю, только в какую сторону эта стрелка ведет, а, и стадии, вот здесь, вот здесь, если она вычисла нужный регистр, она тут же, если есть зависимость по этим регистрам, тут же предоставляет эти данные для следующего, для следующей стадии. Вот это вот называется проброс регистров. То есть всегда, где в классической схеме мы не знали, что делать, пока не заполним регистр блок, регистр файл, да, в, сейчас давайте мы вот, виза вот все сделаем, вот она классическая схема, да, вот она. Мы к ней добавляем ситуацию, что как только мы вычисляем некоторые значения и точно знаем, в каком оно регистре, и этот регистр потребуется на следующей операции, мы заполняем соответствующую в обратную сторону, прокидываем это значение в обход регистр файла. В регистр файл он появится чуть дальше, потом. Вот. Таким образом, мы можем решить задачу с зависимости по данному, но, кажется, не можем решить задачу с зависимости по управлению. Давайте попробуем. Вот этот пример, который, вот этот, да, вот он должен решить задачу с зависимости по данному, сейчас мы это увидим. Кажется он. Ну, давайте попробуем. Я их дома сегодня пробовал, но что-то у меня какое-то тупление в организме. Вот. Значит, что мы делаем? Мы включаем процессор, у которого нету хазарда, но есть форвард. Хазарда пока нет. Окей. Пробуем. О, получилось. А как это получилось? Ну, не, не получилось. А, да, получилось. За счет чего это получилось? За счет проброса. Давайте попробуем эту пятерку найти вот в этом всем безобразии. Только это надо все повключать. да, здесь пятерочка. Тут дед биф везде. Вот здесь в Райтбэк, который обновляет регистр файл. Пятерочка. Вот ждем, ждем место, чтобы там возникла пятерочка. Да? Поехали. Вот эта пятерочка приехала сюда. Вот. Это мы что выполняем сейчас? Ой. Нет, давайте сначала. Instruction fetch, decode, execute. Вот мы заэкзекьютили, и эта пятерочка приехала у нас в результат. И я сейчас должен, где-то мы должны подловить ситуацию, что где-то на следующем этапе она должна приехать обратно. Ну-ка. Пока не вижу. Вот она. Вот. Это у нас был Райтбэк. И этот Райтбэк должен был ее обновить в нескольких местах. Секунду. Давайте посмотрим, где. Здесь там есть. Кстати, не здесь. А, он на стадии в Райтбэк обновил. Все, я понял. Смотрите. Вот у нас все еще опасная ситуация. Видите? У нас все еще... Мы уже вроде как записали в Т1, записали ноль, записали пятерку, записали содержимое Т0, но у нас оно еще не сработало. Но вот именно в этот момент, когда происходит Райтбэк, мы внезапно осознаем, что у нас эта пятерочка возникла вот здесь. И раз, она появляется и здесь. Вот. Значит, это, что касаемо... Это, что касаемо... Это называлось форвардинг. Проброс регистров. Общий принцип очень простой. Как только мы понимаем, что у нас есть готовые значения для регистра, мы раскладываем во все те места, где его значение должно появиться на следующих инструкциях, не дожидаясь Райтбэка. Вот. Понятное дело, что есть ситуация в зависимости по данным, где эта штука не работает. Например, вот здесь вот у нас лодворд. Лодворд это Memory Access. Memory Access, пока мы к памяти не сходим, это число вообще нигде не появится. То есть, само значение появляется слишком поздно. Нам неоткуда его пробрасывать. Поэтому вот такая вот вот такая штука на процессоре, в котором есть в котором есть этот самый Райтбэк, но нету Hazard Detection, нету четкого определения конфликта, она все равно не сработает, к сожалению. Да? У нас вот это раз, два, три. Вот оно прошлось. В смысле, вот мы ходим к памяти. Тут еще, обратите внимание, двойная инструкция. Вот мы ее зафетчили. Вот только сейчас у нас по идее инструкция Load Word дошла до стадии Memory Access и у нас еще в этом самом в Т1 еще ничего не лежит. Видите? А он уже там складывает. А мы же даже этого значения не знаем. Его в процессоре этого значения нету, мы еще к памяти не сходили, нам неоткуда пробрасывать. А тут мы уже складываем. Ну и получится ерунда. Да? у нас в X6 лежит вот эта тысяча, ну в смысле не тысяча, а 100400, который туда у IPC заложил. Ну и все. В результате у нас получается 1003001, а вовсе не раз-два-три-плюс-один. Почему? Потому что в тот момент, когда мы выполняли, экзекьютали вот этот от I, там лежало вот это. Эту инструкцию мы не успели выполнить. Все еще не работает. В отличие от ситуации, когда мы работаем только с регистрами и мы можем подловить, где лежит нужное значение и в обход всего ее докинуть до нужной инструкции, здесь мы этого сделать не можем, потому что мы должны сначала сходить к памяти, пока мы не сделаем memory access вот этой третьей инструкции, вот это складывать бессмысленно. Пока не сделали вот это, складывать бессмысленно, потому что мы еще не знаем содержимое X6 никак. Нам к памяти надо сходить. Вот. Для того, чтобы это дело как-то исправить, нужен такий пузырь. Вот. Выглядеть это будет вот так. Уже давайте загрузим это в нормальный процессор. вот. Обратите внимание, что, вот давайте еще раз. А, нет, лучше вот здесь. Сейчас, секунду. как устроены стадии. вот мы сейчас сделаем reset. Fetch decode Fetch decode execute decode execute memory access все хорошо. Обратите внимание, что инструкция номер 8 не превратилась из decode в execute, потому что hazard detection сказал, знаете что, зависимость по данным такая сильная, что мы не можем, мы продолжим держать инструкцию номер 8 в стадии декод, потому что execute ее рано. Вот теперь у нас инструкция сходит к memory access и тогда можно после того, как мы заполнили регистр x6, он же t1, вот тогда уже можно пристать на стадию execute. Вот она там зависла. Вот. У райпса, который запускается из командной строки, если он у меня есть, у него есть прекрасный инструмент, просто почему-то в этом самом веб-версии он не работает, там они что-то не допилили. Вот. У него есть прекрасный инструмент, это показ всех, какая инструкция на какой стадии находится. Сейчас покажу. Значит, вот мы это забираем, вставляем вот сюда, вот мы шагаем, 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 и вот тут есть такая кнопочка, похожая на электронную таблицу. Вот, кто на какой стадии. Ее, к сожалению, увеличить нельзя. Вот. Сейчас мы проединимся дальше. Вот. Видите, вот этот вот этот самый пузырь. Нам пришлось, нам пришлось пропустить одну стадию. Такие дела. Вот. Тут почему-то эта кнопочка выглядит вот так. она только две стадии показывает, а почему все пять не показывает. Я не знаю, почему. Возможно, отбаву повесить. Если обе эти кнопки нажать, точнее, обе и оба этих свойства заимплементить в процессоре, он получается чуть более сложный, как мы уже видели, потому что у него есть, во-первых, инструмент проброса, а во-вторых, hazard detection, который сравнивает, сравнивает, определяет зависимость по данным от данных и не дает идти дальше, не дает, не пропускает, не расщелкивает соответствующую. На следующую стадию с данной не переходит. Вот. На следующую стадию задержку делает. Оказывается, этого достаточно для того, чтобы лойка восстановилась и все работало как надо. Вот эти две штуки должны быть. Правда, тут есть еще, это мы все говорили про зависимость по данным, а есть еще зависимость по управлению. Зависимость по управлению еще хуже. Знаете, почему? Мы это уже видели, когда вот этот цикл пытались обработать. Вот сейчас давайте мы безхазорно ее включим, эту штуку. Безхазорно. У нас, если нету hazard detection, то инструкция, неправильная инструкция зафетчится. Смотрите. Предположим, у нас даже есть проброс регистров. Но что сейчас произойдет? Инструкция зафетчится, но мы не знаем, куда будет происходить переход, поэтому следующая фетчится инструкция вот эта. А следующая фетчится инструкция вот эта. Понятное дело, что они дальше начнут выполняться. Все, никакого вечного цикла нет. потому что к моменту, когда выполнялась execute, вот эта инструкция была на стадии execute, нам надо было, как бы, до этого момента мы уже успели зафетчить две инструкции подряд. Мы не знали, какой адрес фетчить. Вот это тоже нужен hazard detection, потому что, понятное дело, что все на этом месте должно висеть и ждать. Давайте посмотрим, как это выглядит в обычном процессе. ой. А. Во. Смотрите, какая интересная штука. В обычном процессоре это выглядит так. Мы тупо зафетчили следующую инструкцию. Тупо зафетчили следующую инструкцию. Но у нас произошел здесь execute и выяснилось, что нам не туда. мы зачистили конвейер. У нас еще, поскольку у нас не было никакого execute, был только fetch detect, это ни на что не повлияло, за исключением заполнения реликстер-блока. И просто в тот момент, когда мы прошли стадию execute вот здесь, мы зачистили конвейер и получился вот так. мы флечим следующую инструкцию, мы ее детектим. Обратите внимание, что тут три стадии, а не четыре. Это значит, что один шаг конвейера пришлось пропустить. Вот этот. Видите, у нас их четыре, вот пять, да, даже два, наверное. Вот эти два шага были сделаны впустую, неправильно, потому что вот. ну окей, значит, придется начинать, значит, это значит, что вот эти инструкции дорабатывают, но потом надо еще некоторое время ждать, пока они раскрутятся. Значит, это, что касаемо hazard detection, который определяет, который определяет зависимость по управлению. Вот. На самом деле история та же самая. Мы видим, что нам нужно пройти вот здесь стадию execute, прежде чем хотя бы execute, да, хотя бы вычислить этот т2. Нам проброс обеспечит вот это значение т2 при выполнении следующей инструкции. Но это будет не скоро, вот. И фич все равно придется окажется не оттуда. Вот, соответственно, два пузыря. или два этих самых ноба. Вот. Слушайте, а почему тут так красиво написано, а я этого не видел? А, я это видел. Смотрите, какая красота. Тут еще с пузырями все есть красивое. Давайте посмотрим. Вот, вот классические процессы. Во, тут прям видно. Немножко маленькое, но вы будете видеть, как это устроено. Ой-ой-ой, отстань. Отстань, я сказал. Во. Вот пока что все хорошо. Вот сейчас мы экзекьютим наш BLT. Выясняется, что вот эти две последние стадии не нужны, их надо зачистить. Опа. Вот они зачистились. Вот эти пузыри двигаются направо, ничего не делают. Опа. Вот они зачистились. Да, вот эти стадии пустые. Они как бы выполняют ноб. Вот пузырьки. Вот. И это, что касается, что касается, да, вы знаете, что в результате получается? В результате получается, что правильной, эффективной командой будет не вычислить значение регистра и тут же по нему перейти. А как можно раньше вычислить значение регистра, а потом по нему перейти, чтобы уже к этому моменту его значение лежало во всех регистрах блоков, везде. вот. То есть, если поменять местами, например, вот эти два, кстати, давайте попробуем поменять местами вот эти две строки. А, ну, это просто сделаем вот так вот. Два, два, один, один. Один, да, нет, один. Давайте посмотрим. А, ничего лучше не стало. А, ну да, естественно, они оба тут шил на мыл поменял. Конечно, они же оба здесь участвуют. Вот если бы у нас тут было еще что-то лишнее, да, там, вот, тогда мы бы один пузырек сэкономили. Ну, кстати, нет. А почему? А, потому что здесь это один. Нет, должны быть сэкономить, что не так? Давайте попробуем. нет, 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 все равно пузыря всегда два. Почему? Потому что мы не можем, это же независимость по данным, зависимость по управлению, мы не можем, пока вот этот БГТ не сработал, мы не можем выполнить ничего. Кстати сказать, в процессорах MIPS было еще хуже. там был такой режим работы, когда эти инструкции действительно фетчились и выполнялись, вот, хотя, как у нас без hazard detection. Вот. И рекомендовалось компиляторам переупорядочивать инструкции таким образом, чтобы точно знать, что вот эта инструкция всегда выполнится после вот этой, даже если этот переход условный сработает. Ну, вот такое вот решение. Но зато не нужно hazard detection делать, пускай этим компилятор занимается. И это что касаемо зависимости по управлению. Называлась эта штука delay slot. Здесь даже есть кнопочка delay slot, только она не работает. Не работает она. А, это компрессор инструкция, нас не интересно. Вот. Что такое dual-ish, я не знаю. нет, правда не знаю, как он выглядит dual-ish. Ой, ёлки, я понял. Dual-ish это когда у нас есть два набора арифметикологических устройств, два набора этих самых декозеров. Короче говоря, у нас же есть бранч, давайте выполним сразу две инструкции, а потом посмотрим, какая из них была правильная. отличный способ увеличить быстродействие. Правда, элементов стало в два раза больше. Реально. Вот. И это, кстати, последняя тема на сегодня, а именно, что еще можно сделать помимо конвейера с тем, чтобы увеличить быстродействие наших процессоров. Значит, вот dual-ish и мы смотрели, в принципе, можно еще больше, и это называется упреждающие вычисления, можно там делать целый стэк этих, много регистров и работать, работать, а потом выяснится, когда мы дойдем до этого места, что мы неправильно вычисляли, мы выбрасываем вот эту вот, да, вопрос исключительно в том, сколько мы напихаем вычислительных устройств. До тех пор, пока у нас нету последовательных зависимостей на управление, мы можем на двух параллельных устройствах делать эти dual-ish и вычисления, вот двойные точно очень удобно, потому что переход у нас в два места. Можно задействовать предсказатель переходов и не просто вот здесь вот, сейчас давайте уберем этот dual-ish и страшный, не просто здесь вот принимать решение о том, что надо фечить следующую инструкцию, а смотреть предсказатель и запоминать, какую инструкцию мы фечили в прошлый раз. Или, как мы на прошлом лекции говорили, количество считать дал, что вот вероятность того, что мы перейдем по этому бранчу, она выше, чем что мы не перейдем. Поэтому давайте сначала зафечим ту инструкцию. Нет, хорошо, зафлашим конвейер, вставим два пузырька, всем будет хорошо. Но если мы вдруг угадали, если наша частотка помогает, а у нас тут вообще-то вечный цикл, то branch prediction даже глубиной 2, ну, на самом деле здесь даже глубиной 1, отлично спасет нас от пузырей в конвейер. Суперскалярность. Суперскалярность это ситуация, когда у нас суперскалярность это когда у нас сами инструкции, вот именно на уровне инструкции, не на уровне микрокоманд, а на уровне инструкции сразу можно выполнять несколько, если они независимы по данному. Ну, предположим, мы умножаем, вот смотрите, в этом примере мы загружаем в Т2.2, а в Т1.1. Если бы у нас было два набора загружателей в регистр блок, эти инструкции, все три, можно было выполнить параллельно. Почему нет? Они друг от друга не зависят никак. если бы была такая возможность сразу по трём каналам вписать в наш регистр файл сразу три регистра, вот, 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 суперскалярная штука. Опять-таки, это путём усложнения, путём накручивания дополнительных вычислительных устройств и дополнительных устройств хранения, но до какой-то степени это работает, особенно тогда, когда задачи, с которыми мы работаем, подразумевают некоторое масштабирование, что мы действительно загружаем много, обрабатываем много там данных или складываем кучу значений друг с другом. Ну, короче говоря, когда у нас действительно есть возможность запараллелить такие вычисления. Вот. Есть ещё отдельная векторность. Векторность это ещё более популярная штука, она даже есть в RISC-5, есть специальная, отдельная спецификация RISC-5 V, extension V, которая описывает векторные операции. Векторные операции это когда у нас там какие-нибудь какое-нибудь сложение или умножение или ещё какая-нибудь операция происходит сразу над несколькими данными. Скажем, у вас есть такие векторные регистры по 128 машинных слов и мы их сразу оба складываем. Суперскалярность и векторность это, конечно, очень хорошо, но, скорее всего, слишком векторный и слишком суперскалярный процессор будет очень тяжело загрузить по полной. Вот есть такой отечественной процессор Эльбрус, с которым мы в компании работаем довольно давно, он как раз суперскалярный. Да, вот. Компилятор под него не свободный, его пишет целых два отдела Большого Института, этот компилятор, потому что это страшная совершенно абсолютно жестяная штука, которая делает фактически статический анализ тех вычислений, которые вы предлагаете, чтобы набить вот эту суперскалярную инструкцию всеми возможными способами выполнения. Вот. Как только вы это не делаете, вот, тот самый Эльбрус. Значит, как только вы это не делаете, нет, это старый Эльбрус, наш Эльбрус М, ну, неважно. Вот. Как только вы это не делаете, у вас получается, что одна, два, три устройств, архметикологических устройств, вообще устройств вычислительных работает, остальные простая. Вот. То же самое с векторной операцией. Если вы не набили 128 машинных слов для сложения, значит, вы складываете три машинных слова. Вот. Векторные операции оказались более живущими в современном мире. Почему? Кто может догадаться? А? Громче? Может, машина обучения? Ну, нет, еще несколько раньше. В современный мир наступил несколько раньше. Когда появилась нормальная графика? Потому что надо вот по стандартным алгоритмам обсчитывать огромные массивы данных, которые обрабатываются, условно говоря, одинаково. Все эти меши просчитывают, меши, точнее, треугольники эти. Вот. Так что обработка данных на уровне, так сказать, потоков отлично складывается в векторной операции, поэтому их любят. Что касается суперскалярности, там надо думать головой. Вот. Последнее, про что я расскажу, вернее, упомяну, и, видимо, расскажу уже в следующий раз в обзорной лекции, это Hardware Threader. Значит, Hardware Threader это такая штука, когда у вас процессор 1, а набор всего, что нужно для выполнения вашего процесса, наборов, несколько. То есть, процессор 1, а вот контекст, регистры, специальные регистры, флаги, если у вас есть флаги, все это в нескольких экземплярах присутствует. И это уже ответ на совершенно другой запрос, это ответ на запрос об организации вытесняющей многозадачности, вот, когда у вас много задач крутится на процессоре и очень много времени тратится на переключение контекстов. загрузили один, выгрузили другой. Значит, так, вот кто-то сказал мне звук очень хороший, что нет, нормальный звук. Значит, что-то очень похожее на hardware треды реализовал в свое время Intel под названием гипертрейдинг. Вот мы знаем, что вы можете включить галочку гипертрейдинг и у вас в таблице процессоров их окажется ровно в два раза больше. Только они будут типа в два раза медленнее. Но вот это ровно оно. Когда процессор то один, но переключение между контекстами процессов, оно ничего не стоит, потому что это просто переключится с одного треда на другой. Почему я сейчас вспомню про hardware треды? Потому что на самом деле есть очень много способов сделать такие штуки. И hardware тред оказался из них самым последним в смысле изобретений, в смысле разработки. До этого делали всякие интересные, но более сложные конструкции. И при этом достаточно эффективно. Именно в RISC-5 hard является основным инструментом разговора. Мы с вами говорили, что hard там называется все. Это просто что-то, что выполняется внутри окружения. домашнего задания нету. Если я его не сделаю в ближайшие два дня, то и не будет. Если сделаю, то будет. Как всегда, это будет какая-нибудь глупость, которую нужно просто запостить на e-judge без особой проверки. Потому что у нас уже, как я уже говорил, никакого конвейера в марсе нету, в рарсе, а ничем там больше проверять нельзя. Ну, в общем, наверное, я попрошу написать какой-нибудь код, который решает одну и ту же задачу, но с точки зрения конвейера тратит в два раза больше инструкции или что-нибудь в этом духе. И проверить это на том же RIPSE или на втором инструменте, который более хитрый, на QTRV7. Наверное, если сам это сделал. Если есть какие-то вопросы по этой теме, задавайте, пожалуйста. окей. Если нету, у нас осталась последняя, как мы говорили, обзорная лекция, которая будет, соответственно, в следующий понедельник, вторник, в следующий вторник. Вот. Она будет про все то, что мы с вами не посмотрели, а главное про то, что нельзя пощупать руками ни на чем, кроме как на больших эмуляторах или на настоящем железе, а щупать настоящее железо на лекции довольно тяжело. И это, во-первых, что в современной архитектуре было предпринято в ответ на вызов под названием поддержка многозадачности. Многозадачность, вытесняющая многозадачность и вообще многозадачность. Это штука, которая уже не первая, существует очень давно в компьютерной технике, больше чем полвека. И мы пока ничего не говорили про то, как это должно быть устроено, чтобы процессор эту многозадачность нормально поддерживал. И совсем чуть-чуть, насколько я смогу на пальцах объяснить, потыкаем в виртуализацию. Точнее, виртуализацию мы даже не потыкаем, виртуализацию мы просто упомянем. Главная тема вот этой обзорной лекции будет состоять в том, какие вообще проблемы и как чудовищно усложняется такая красивая архитектура, которую мы видели сегодня, буквально могли по пальцам пересчитать, если мы начинаем решать вот такие задачи. Ну вот, на чем, собственно, и все. И до нашей последней встречи в этом семестре, которая будет через неделю. Все, всем спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok